Праздник настоящих мужчин. Сегодня в Чебоксарах чествовали защитников Отечества. Заслуженные награды виновникам торжества вручали в Театре оперы и балета. У офицеров, членов товарищества «Сыны Отечества» свои традиции. Каждый год, накануне 23 февраля, они подводят итоги работы. Обо всем подробнее Дмитрий Ковалев. Им вручают награды за мужество и отвагу. Алексея Алексеева наградили почетной медалью Суворова от президента страны. Молодой человек проходил срочную службу на Северном Кавказе, выполняя сложнейшие боевые задачи. После школы в 2013 году я был призван в военное училище, поселок Мулино, Нижегородская область. После прохождения службы полугода я попал на службу в Дагестан. В Мулино было вообще очень тяжело в первое время. Защита Родины, почетная обязанность, и это понимают все больше юношей. Сейчас срочную службу в вооруженных силах проходят порядка 3000 уроженцев республики. Призывники из Чувашии несут боевую вахту на Дальнем Востоке у стен Кремля. И даже на знаменитом военном корабле отбирал Кузнецов. Ежегодно государственное задание мы, республики, выполняем. Мы ни на один год не приостанавливали юно-армейское движение. Мы занимались вопросами и будем эффективно заниматься по военно-патриотическому воспитанию нашей молодежи. Их называют золотым фондом вооруженных сил. Герои России, генералы, полковники, контр-адмиралы. Каждый год накануне Дня защитника Отечества в Москве собираются вместе офицеры, уроженцы Чувашии. Их товарищество было образовано 17 лет назад. Сейчас оно объединяет 450 человек. Они стараются не терять связь с Родиной, воспитывая настоящих патриотов. В районах республики при поддержке членов организации «Сыны Отечества» создают кадетские классы. Особенно тесно, конечно, это кадетские школы, где наша школа есть имени сынов Отечества. Третья школа в Чебоксарах. И есть 43-я кадетская школа, с которой мы тесно поддерживаем контакт. Они в виде нас гордятся нами и стремятся быть такими, как мы, допустим. А мы в виде их не хотим стариться. В ряды товарищества вступает и молодежь. Среди новобранцев немало представительниц прекрасной половины человечества. Со школы, наверное, не был такой интерес к военно-патриотическому делу, к юно-армейскому движению. Поэтому я для себя четко решила, что именно хочу носить форму, служить, выполнять свой долг. Представительный десант офицеров из Москвы прибудет в республику на этой неделе. В Чебоксарах они разыграют награды турнира по волейболу среди юношей и девушек. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаметов и Андрей Спиридонов. Республика.